Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видео я вам расскажу, почему Xbox на данный момент является лучшей игровой платформой. В этот раз мы поговорим о политике консоли, о игровой индустрии в общем, ну а также затронем прогресс и тому подобное. В этот раз я вам советую ролик смотреть до конца, чтобы вы не отключились на самом интересном. Как всегда, перед началом видеоролика ставь лайк, подписывайся на канал, чтобы канал об Xbox стал еще больше, чем сейчас, если ты это сделаешь, я тебе буду очень благодарен. Также, если ты вдруг еще не забрал бесплатную подписку кинопоиска HD мульти по моему промокоду, забирай по ссылке, которая находится в закрепленном комментарии. Если что, в ней есть множество фильмов, куча скидок на сервисы Яндекс, ну а самое главное, ты сможешь посмотреть режиссерскую версию Лиги Справедливости Азака Снайдера совершенно бесплатно, которая, кстати, уже доступна. Поэтому забирай пока халява и давайте начнем. Выбор игровой платформы достаточно сложный, всегда. Поскольку ты хочешь купить что-то одно, выжать с этого максимум и не жалеть ни о чем. Не прыгать с одной консоли на другую, да и в принципе у многих денег абсолютно на все попросту нет. Я с Xbox, как вы знаете, дружу со времен Xbox 360, но делать контент и по-настоящему любить данную платформу я начал со времен Xbox One. Xbox One в свое время мне подарил действительно много эмоций, дал возможность сделать контент на YouTube, подарил новый опыт от игр, но также просто удивлял своими играми и возможностями. Сейчас идет уже 21 год, уже несколько месяцев назад вышло новое поколение консолей. Все вы знаете, что я приобрел Xbox Series X в первый же день продаж и до некоторого момента у меня были смешанные чувства насчет всего этого, поскольку политика и ситуация в общем сильно поменялась. Вроде вышло что-то новое, а по факту это старое, но более мощное и быстрое. То есть какого-то вау-эффекта в данный момент практически не возникает. Next Gen как бы пришел, но он не чувствуется. И все недавние новости, да и ситуация в игровой индустрии наводят какие-то сомнения. Просто если посмотреть на ситуацию здраво, то получается Xbox не показывает сейчас чего-то новое, он улучшает лишь старое. Тот же FPS Boost, он направлен на старые игры. Те же игры, которые недавно вошли от беседки в подписку, это тоже старые игры, которые кстати уже были когда-то в этой подписке. И вот такие вот качели рассуждений у меня вызывали иногда грусть и недопонимание Next Gen и вообще, зачем нужен Xbox Series X, если мы по сути играем в старые игры. И знаете, у меня это было до момента, пока я просто не огляделся вокруг. В данный момент вся проблема заключается в том, что мир не отошел от пандемии и если опять же здраво посмотреть на все, что сейчас делается в игровой индустрии, то мы поймем, что она находится в стагнации. Мы в данный момент не видим каких-то рывков прогресса, новых игр почти нет. Одни какие-то переносы и обещания, либо что-то еще и в целом реально кажется все грустным. Но дело в том, что Xbox в этой ситуации, вот в этой вот всей стагнации, он все равно пытается удивить, ну а также скрасить время игры. Да, новых крутых каких-то эксклюзивов от Xbox пока еще не было, можете в принципе его за это поругать, но если оглядеться вокруг, вы поймете, что новых Next Gen проектов практически нет нигде. Но даже в этой ситуации у Xbox есть просто нереальное преимущество, я считаю, что оно самое важное на данный момент и это просто доступность всего этого. Если вы полазите по сети, почитаете мнение, вы поймете, что людей, которые раньше сетили на стареньком ПК, людей, у которых никогда не было игровой платформы, но они хотели играть, их много. И во всей игровой индустрии такой доступности, как и у Xbox нету нигде. Да, если что, я не говорю о количестве консолей на полках, поскольку их нет, ибо дефицит, сейчас идет речь о доступности простому человеку, мир игр. Я прекрасно понимаю, что данные рассуждения какие-то воздушные, может быть философские, но оно так и есть. Если рассматривать ту самую доступность, помимо цен на консоли, то у Xbox есть самый главный козырь, который только-только набирает обороты. Кстати, напомню, что самая слабая версия Xbox, а именно Xbox Series S, которая даст вам возможность поиграть во все next-gen игры, стоит всего лишь 27 тысяч. И это всего лишь, если посмотреть в сторону ПК. Так вот, самый главный козырь самой консоли это подписка Xbox Game Pass. Да, я прекрасно понимаю, что я вас не особо удивил, но я прекрасно вижу, что многие эту подписку хейтят, говорят, что она не нужна, и туда добавляют лишь старые игры или какие-нибудь не особо удачные. Но самый прикол в том, что если посмотреть на эту ситуацию чуть шире, становится ясно, что новых игр во всей игровой индустрии по сути и нет, а играть хочется. И та самая подписка Xbox Game Pass на сегодняшний день это просто самый лучший вариант. Если что, я сейчас не думаю о том, что станет с этой подпиской, какие игры туда буду добавлять. Я сейчас смотрю на эту ситуацию здесь и сейчас. Просто недавно я тоже словил нотку пессимизма, что добавляют старые игры, что это за фигня, новых игр нет, но новых игр нет везде. И дело в том, что почему бы в этот момент просто не пройти старые игры, которые у тебя есть в библиотеке или те игры, которые доступны по подписке. Также, благодаря подписке Xbox Game Pass мы можем поиграть не только в старые игры, но еще и в новые. К примеру, вот эта вот игра с 1 апреля, прям в дату релиза, появится в этой подписке. Многим она не понравилась, но дело в том, что все равно есть люди, которые хотят играть в нее. И если же на других платформах люди должны будут ее купить, то благодаря Xbox, а именно подписке к Game Pass, ее обладатели получат просто даром. И разве это не круто? И разве это не преимущество? Недавняя новость приобретения беседки для меня, если честно, была нейтральной. И оно в принципе такое и остается, ибо я не особо любитель их проектов. Но после появления их игр в подписке, хоть и повторной, я подумал, блин, новых игр особо и нет, и почему бы не поиграть в них? Ведь опять же, новых игр почти нет нигде, и старые в свое время я не прошел. И в этом весь прикол. Посмотрите, к примеру, на функцию FPS Boost. Вроде бы простая фича, которая улучшает опять же старые игры, но, как я понял, многим всегда хотелось играть в тот же Fallout 4 или Skyrim в 60 FPS. И ведь реально, а почему бы нет, если Xbox предоставляет данную возможность? Опять же, Xbox можно хейтить за то, что это все равно все старое и нового ничего не появляется. Но вот вам пример, возьмите PlayStation 5, представьте, что она у вас имеется, и по сути, кроме как нескольких эксклюзивных игр, которые чаще всего на один раз прошел и забыл, но так или иначе, хороших эксклюзивных игр, по сути, будет не во что играть, кроме как в старые игры. Но опять же, преимущество Xbox в том, что в этот момент он предоставляет возможность поиграть в старые игры практически задаром, ну а также предоставляет возможность задаром поиграть и в новые. И с подпиской Xbox Game Pass и с ее политикой, именно введением эксклюзивных игр с даты релиза, там будет действительно много проектов. Да, не факт, что все добавленные проекты будут мега-крутыми, поскольку количество никогда не означает качество, но поверьте, в этом большом списке все равно каждый найдет для себя то, что ему понравится, поскольку список будет реально огромный. И знаете, если же сейчас плойку пятую включают ради эксклюзивов, то имея при этом Xbox, на Xbox все равно играет чаще, поскольку там это все доступнее. В этом рассуждении я не пытаюсь сказать, что PlayStation 5 плохая консоль. Нет, это хорошая консоль, которая найдет своего потребителя и которая и дальше будет манить своими эксклюзивными предложениями. Но проблема заключается в том, что единичными эксклюзивными проектами ты сыт не будешь, тебе всегда будет хотеться чего-то нового, подешевле и в этой ситуации, на данный момент, да и скорее всего в будущем, Xbox будет лучшей игровой платформой в этом плане. Сейчас я не затрагиваю продажи консолей, поскольку PlayStation это действительно сильный бренд, который покупает даже без явных преимуществ. Но в этой ситуации я смотрю с точки зрения потребителя и объективно, Xbox здесь выигрывает. Приобретая Xbox, ты понимаешь, что во-первых, ты приобретаешь вместе с подпиской и Xbox Game Pass просто огромный список игр, который самое важное, всегда обновляется. То есть тебе не дадут заскучать. Но самое главное, ты приобретаешь стабильное устройство, которое долгое время не выйдет из строя за доступную цену в наше время и которое будет актуально еще в ближайшие 5-7 лет. Да, Xbox можно ругать за отсутствие новизны, за отсутствие чего-то нового и грандиозного, но дело в том, что это происходит везде. И если брать во внимание политику Xbox, их подразделения, покупку новых студий, разработку xCloud и так далее, ты понимаешь, что в будущем Xbox станет только лучше и разнообразнее. И с этого всего можно сделать вывод, что Xbox явно не останется без новых next-gen игр. Да, я прекрасно понимаю, что можно посмеяться о том, что лучше затянуть пояса, будем опять ждать, но так оно и есть. Пока нет новых игр, поиграйте в старые. Поверьте, в мире много игр, которые действительно заслужат вашего внимания и которые затянут вас на долгое время, и с Xbox у вас будет такая возможность и это все будет реально за копейки. И пока что, еще раз повторяю, что отсутствие next-gen игр практически везде, но в ближайшем будущем я думаю, что все-таки это исправится. Данный видос это ни в коем случае не оправдание своего выбора, это просто одно из мнений. Какую игровую платформу взять вам, решайте сами, поскольку никто кроме вас не знает, что вам нравится, что вам больше подойдет, и в принципе ваш выбор это самый правильный выбор. Ну а я в который раз понял, что для меня лучше Xbox пока ничего нет. В общем, такой вот видос, большое спасибо за внимание, если вдруг вам понравился видос ставь лайк, подписывайся на канал, пиши свое мнение о данном видосе, и большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok